Няяяяя Вот так Скрэч На самом деле, скрэчч это вообще ничего сложного Пусть нам некоторые снобы скрэчча говорят, что это очень сложно Вам надо до 7-го пото тренироваться каждый день по 7 часов Это всё трёп На самом деле скрэчч весело и научиться на нём играть Научиться скрэччить не сложнее, чем научиться играть на гитаре Это такое прикольное оружие в арсенале диджея Развлекательное оружие в арсенале диджея Очень эффектно можно зарисоваться во время выступления, если умеешь скрэччить На самом деле ничего сложного нет Всего нужно освоить 3 без фейдерных, то есть простых таких, где фейдер не участвует в приёмах элемента И где-то 7-8 фейдерных элементов И вы уже умеете скрэччить Потом основную часть времени вы будете посвящать тому, чтобы нарабатывать скорость, чёткость И совмещать все эти приёмы скрэчча в какие-то цепочки красивые, чтобы это всё классно звучало Итак, поехали! Первый самый простой приём – это бэби скрэчч Ну, проще некуда Просто нужно пластинку ровненько под бит делать так Немного напоминает по ритму, чтобы ориентироваться Он напоминает вот этих штук Знаете? Точно так же Бэби скрэчч, без интонтажа ритмика Вы под бит делаете Всё В принципе, ничего сложного Многие новички, допустим, этот приём проскакивают Ну, потому что действительно неинтересно Вот это шик-шик-шик-шик Вот, но его как бы нужно освоить, нужно попробовать его поделать Он такой, вот, не особо сложный, но хорошо вырабатывает ритмику, чувство ритма Вообще скрэч, он классно помогает, ну, как бы, классно тренирует чувство ритма Просто замечательно Окей, сейчас я сменю ракурс, чтобы более крупным планом показывать И этот бэби-бэби скрэч Привет, ну, вот Ракурс, чтобы было лучше видно Сейчас в кадре Виниловый проигрыватель компании Vestax Это не Technics Про который я вам рассказывал, я советовал брать Хороший, хороший проигрыватель Проигрыватель для того, чтобы скрэчить Но, если бы брать новый Я бы взял Technics Вот, и 400-ый пульт Он не скрэчивает, сразу скажу Не скрэчивает, потому что вот Ручка для наушников громкости И включение-выключение эффектов Они мешают, ну, можно и не биться, если, ну, пальцами Скрэчевые микшеры, они чем характерны У них вот эта часть, вот эта часть Которая вот где кроссфейдер Она чистая, нет никаких крутилок Вот, окей То, что я говорил, что для темировки скрэча Не нужен второй проигрыватель Это так, но на второй канал просто лишайте Свой mp3-плеер, телефон Все, что может воспроизводить музыку В данном случае вам Нужен только фон И следующее, вам еще нужно определиться Какая у вас будет, ну, то есть Какая рука скрэчер ты будешь Какая рука, правая рука Или левая рука, что это значит Ну, допустим, какой рукой ты будешь дергать Винил, а какой дергать фейдер Просто встань и как тебе будет удобно Так и делай это То есть, если удобно так, делай так Если удобно так, делай так Ну, вообще, в идеале Развить обе руки Чтобы быть всеруким скрэчером Окей, поехали дальше То, что я говорил, baby scratch Самый простой скрэч в мире вообще Самый элементарный, самый первый, наверное, который научились делать Вот он Зад-вперед, зад-вперед, зад-вперед Теперь подумай Да, вот такой вот Звук Теперь подумай Не отключайся Все просто Ну, то есть, сложности никакой Для тех, кто не сразу ловит ритм Только разрабатывает свое чувство ритма Такие опорные элементы, как делать Смотрите, вот есть удар, хлопок, удар, хлопок Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Вам вот между первым и основным ударом и хлопком Вот, допустим Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Вам между раз и два можно успеть Вот, раз, два То есть, раз, два То есть, я успеваю сделать рукой между раз и два Я успеваю раз, два, раз, два И на третий удар, на хлопок, я делаю вперед То есть, я начинаю Вот у меня идет Да? Ту 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 То есть, я на ту Делаю движение вперед Потом возвращаю Потом опять вперед Потом возвращаю И потом на ту На хлопок У меня опять движение вперед То есть Ту 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 Ну, понятно, да? Ту Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Раз, два Три Четыре Раз, два Три Четыре Раз, два Три Четыре Вот это бейбер. Можно делать, в принципе, медленнее, но это некрасиво, но раз уж и. Можно в сочетании, допустим. Эта скорость медленная и двойная. Ну, в общем, проще некуда. Ну, да, два таких можно. Самый медленный, то есть оп-оп-оп, и двойная скорость. Вот так. Теперь, следующий, следующий скрэйдж, он называется скрибл. Делается он так же просто, как, ну, чуть сложнее, чем бейбер. Это ускоренный бейбер, то есть в два раза быстрее. То есть тот же скрэйдж, то та же основа. Туда-сюда, без кроссфейдера, без ничего, только в два раза быстрее. Сейчас я тексту переключу. Вот эту. Ну, она меня загружена звуками. Вот, то есть если бейбер вы делали... Вот тут вы ускоряетесь в два раза. То есть если сильно замерить это все дело, да, то есть если вы делали на между раз и два, вы делали раз, да, то тут вы должны вот то же количество умножить на два. То есть получается раз, два. То есть раз, два. Вот тут, где нужна тренировка, действительно, да. То есть вам нужно... Если бейбер, то проблем нет, в принципе, у вас каждый. Вот, и тут уже нужно в два раза быстрее делать рукой. Это уже почти спорт. Почему я делаю, допустим, вот такие акценты? Вот, то, чтобы как-то делать акценты по ритму, да. То есть вот у меня вот эти все выпады будут... Они будут на первую, да, или на хлопок. Они будут на первую, да, или на хлопок. Устремительная штука, да. Эээ, окей. Вот это скрибл, опять-таки, если очень-очень медленно, бейби. Вот, раз и два. Удар-хлопок. Раз. Ой, вернее, раз. Сейчас. Раз. Два. Да, то есть это бейби. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. То скрибл это... Раз. Три. Вот, еще раз. Раз. Два. Ой, соскопила. Раз. Два. Три. Четыре. Вот так вот. Два. Ой, вывеся. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Вот так. Ну, то есть в два раза быстрее, да? Ну, уже рука устала, я... Еще раз, бейби. Еще раз, бейби. Раз. Два. Да, раз. Два. Три. Четыре. Скрибл. Два. Четыре. Раз. Два. Четыре. Четыре. Раз. Четыре. А, нет. А, камба. Раз. Два раза быстрее. Под музыку мне легче, чем под свой собственный счет. Вот. Ну, то есть ускоряйтесь в два раза. Вот. 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 Есть еще третий, как бы, третий, третий, третий прием, называется УЗИ. Это еще быстрее, чем скрибл. Но только я у Кьюберта видел, только Кьюберта нормально может исполнять. По крайней мере, я видел у Кьюберта. Окей, это я был Рик Касти. Первые приемы самые простые скрибл. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok